Генрих Альтшуллер Найти идею Введение в Тризм Теорию решения изобретательских задач Предисловие К идеалу без компромиссов Вам предстоит прослушать книгу по теории изобретательства, которая была впервые опубликована в 1986 году Нужна какая-то особая причина, чтобы практически в неизменном виде публиковать работу более чем через 20 лет после ее первого издания Такая причина есть и не одна Во-первых, теория решения изобретательских задач, сокращенно Триз, ни капли не устарела Исследователи из разных стран мира много раз подтверждали, что Триз это работающий инструмент С помощью которого можно решать самые серьезные изобретательские задачи Найти идею классическая книга по Триз и последняя работа Генриха Альтшуллера В которой теория описана в наиболее полном и завершенном виде Кстати, в этой книге по сравнению с предыдущими ее изданиями имеются существенные дополнения Это перечень стандартов на решение изобретательских задач Полная версия алгоритма решения изобретательских задач АРИЗ-85В Биография автора Ответы на некоторые задачи Рассказ о том, как Альтшуллер строил свои лекции по теории решения изобретательских задач Приложение 7, таблица раз решения технических противоречий, таблица решения технических противоречий Можно загрузить по ссылке alpinobook.ru slash trich, нижнее подчеркивание, pril7.pdf Во-вторых, Триз это наше изобретение В том смысле, что теория была разработана в СССР Триз пользовалась чрезвычайной популярностью в 70-х и 80-х годах Совокупный тираж книг Альтшуллера на русском языке составил около миллиона экземпляров Но потом, с началом перестройки, интерес к Триз в СССР начал постепенно угасать Одновременно, во многом благодаря ученикам Альтшуллера, которые уехали за рубеж Прежде всего в США и Германию Триз стала популярна на Западе Сейчас публикаций по Триз на других языках значительно больше, чем на русском И аббревиатура латиницы повторяет русскую Триз Т-Р-Е-З Такие известные фирмы, как Ford, Motorola, Procter & Gamble, Ellie Lilly, 3M, Siemens, Philips, LG и многие другие Сделали Триз частью подготовки инженерно-технического персонала В октябре 1998 года в США открылся институт Альтшуллера, в котором инженеры и менеджеры учатся эффективной технологии изобретательства Только в конце 1990-х годов интерес к Триз в России начал, видимо, возвращаться Появилось множество интернет-сайтов, посвященных Триз В том числе сайт фонда Генриха Альтшуллера Это безусловно отрадно, но, к сожалению, далеко не каждый, кто теперь называет себя экспертом по Триз, на деле является таковым Триз медленно, но развивается И, как в любой другой науке, появляются новые школы и возникают течения, которые можно даже назвать еретическими Это неизбежно и, наверное, даже полезно Застой опасен Предлагаемая вашему вниманию книга «Найти идею» поможет понять классическую Триз и разобраться, что есть что В-третьих, поскольку Триз имеет дело с созданием изобретений и раскрепощением творчества, ее место среди других творческих методов Таких, как мозговой штурм, латеральное мышление, синектика и прочее Причем место ведущее, так как Триз принципиально меняет технологию создания новых идей Это четкая научная дисциплина, доказательная, основанная на данных и подтвержденная фактами Тем не менее, специалисты по творческим методам в своих работах редко или вообще не упоминают про Триз Даже такой известный гуру творческих методов, как создатель латерального мышления Эдвард Де Бона В своих самых популярных книгах не сказал об этой теории ни слова Но ведь Триз – это развитие творческих методов Это шаг вперед И какой шаг? И наконец, в четвертых, Триз – это не только теория, полезная в инженерном деле или других сферах Реклама, пиар, куда она в последнее время проникает Это еще и метод мышления, парадигма, особый подход к решению любых проблем Будь то проектирование нового продукта, строительство дачного домика или укладка вещей в чемодане И в этом плане Триз имеет универсальную полезность, так как дает мощный инструмент познания окружающего мира На этой причине популярности Триз я хотел бы остановиться подробнее Триз – сложная наука Изучить ее нелегко В ней много инструментов, приемов, законов, стандартов Это целый мир Все важно, и одно не работает без другого Тем не менее, в Триз можно выделить вещи, которые будут полезны каждому всегда и везде Эта теория учит междисциплинарному подходу и преодолению психологической инерции старых представлений Отказу от компромиссов, стремлению получить желаемое, ничего не теряя Постоянно стремиться к идеалу Человеку свойственно вести поиск вариантов в областях, отраслях, науках, где он является специалистом И сознательно не залезать в смежные дисциплины, о которых он имеет весьма поверхностное представление Для несложных задач, решения которых находятся в пределах одной профессии или отрасли Профессиональные знания играют большую роль Но при решении сложных проблем они наоборот тормозят процесс изобретения Это происходит потому, что изобретателю навязываются привычные представления об объекте Который уводит его назад в исследованную область, где вряд ли можно будет получить сильное прорывное изобретение А дилетант, незнакомый с ограничениями, присущими данной науке, зачастую способен совершить шаг в сторону, казалось бы, невозможного, и сделать открытие История полна примеров, когда именно непрофессионалы создавали изобретения, над которыми годами трудились плеяды известнейших ученых Это пивовар Джоуль, моряк Можайский, цирюльник Пуассон, юрист Хаббл, врач Даламбер, сотрудник патентного бюро Эйнштейн и многие другие Триз призывает каждого мыслить широко и не замыкаться на чем-то одном Свежие идеи можно искать где угодно Справочники по биологии, художественном фильме, томики стихов или путешествий в другие земли Каждое изобретение это разрешение противоречия Например, при проектировании нового товара фирма может столкнуться с противоречием между качеством и стоимостью Между надежностью и сложностью Между расширением рынка и давлением конкурентов Триз подразделяет все подобные противоречия на технические и физические Техническое противоречие возникает тогда, когда при изменении известными способами одной части системы Недопустимо ухудшается другая ее часть Например, при повышении прочности детали недопустимо возрастает ее масса При улучшении качества и сокращении сроков возрастает стоимость О физических противоречиях говорят тогда, когда к одной и той же части системы Предъявляются взаимно противоположные требования Скажем, деталь должна быть, чтобы выполнять свою функцию И ее не должно быть, чтобы не увеличивать габариты изделия Объект одновременно должен быть горячим и холодным В физическом противоречии конфликт доводится до крайности, создавая на первый взгляд неразрешимую ситуацию Традиционное решение – компромисс Когда мы сознательно поступаем с одними параметрами в пользу других ТРИЗ ориентирует мышление изобретателя в противоположном направлении Необходимо не стремиться к компромиссу А наоборот, сознательно усиливать противоречия ТРИЗ доказала, что на определенном этапе усложнение условий задачи Оборачивается ее эффектным решением Усложнее решение мы заведомо отсекаем слабые компромиссные решения А также тупиковые пути и ненужные блуждания Постепенно приближаясь к решению, которое еще недавно казалось невозможным, идеальным Кстати, и такого же подхода придерживается и Элияху Голдерад Создатель теории ограничений Идеальное решение в ТРИЗ называется идеальным конечным результатом Сокращенно и КР Отличительные особенности КР в ТРИЗ – его, так сказать, бесплатность Когда результат достигается без лишних затрат энергии, материалов и времени Мы привыкли, что за все надо платить Изобретательское мышление по ТРИЗ должно быть ориентировано на идеальное решение Послушайте, что пишет Генри Хальдшулер в своей книге «Творчество как точная наука» Есть вредный фактор, с которым надо бороться Идеально, чтобы этот фактор исчез сам по себе Пусть сам себя устраняет Впрочем, его можно устранить, сложив с другим вредным фактором Нет, пожалуй, самое идеальное, пусть вредный фактор начнет приносить пользу Многолетний опыт применения ТРИЗ доказал, что идеальное решение зачастую действительно достигается Или, по крайней мере, оказывается очень близким к нему Скажем, идеальность машины обеспечивается тем, что ее функцию начнет по совместительству выполнять другая машина Идеальность способа нередко достигается выполнением требуемого действия заранее Благодаря чему в нужный момент на это действие не приходится тратить ни времени, ни энергии Конец цитаты Знание ТРИЗ расширяет представление о мире И дает возможность решать задачи, которые ранее казались неразрешимыми Творческий подход к решению проблем требуется едва ли не в каждой области знаний, включая управление Эффективное решение организационных задач Выбор стратегии Создание новых предприятий Выбор способа привлечения покупателей Везде требуются свежие и оригинальные идеи А идеи это и есть продукт изобретательского творчества Это и есть сфера, где так сильна ТРИЗ Прослушайте эту книгу и вы почувствуете, что проблем в жизни стало меньше Так как многие из них вам теперь по плечу Сергей Турко, главный редактор издательства Альпина, паблишер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok